Здравствуйте, дорогие хозяюшки! Всем приветик, кто зашел ко мне на канал. Дорогие мои, малую кашу мы готовили. Овсянку мы готовили. А сегодня я хочу приготовить молочную рисовую кашу. Ну, многие знают, конечно. Ну, взрослые все знают. Женщины-хозяйки знают. А кто-то и не знает, как готовить вкусную рисовую кашу. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится молоко. Молочко. Как магазинное, так и рыночное, базарное молоко. Мы кашу можем готовить только на молоке. Мы кашу можем готовить напополам водичка и молоко. Итак, я буду готовить на один стаканчик жидкости. Так, сначала я возьму немножечко водички. Ну, вот так водички, да? И налью сюда, для того, чтобы каша не пригорала водичку. Я буду готовить на молоке. Ну, вот я водичку сюда вылила. Пусть она греется. Теперь я возьму стаканчик молока. Можно готовить пополам-напополам. Но, конечно же, на молоке будет намного вкуснее каша. Очень вкусная. Итак, сейчас я сюда наливаю стаканчик молочка. Пусть нагревается молочко. Вот видите, какое оно? Даже магазинное, жирное. Вон, белый стакан. Вот, хорошее молочко. Два, три, два с половиной, В, шесть. Ну, нормальная. Так, теперь мы сейчас должны посахарить. Сахарим каждый по своему вкусу. Кто-то любит сладкую кашу. Кто-то не очень сладкую кашу. Просто кто-то для близира сахара насыпает. Ну, я вот на один стакан я насыплю половину, чуть-чуть больше столовой ложки сахара. Все. Насыпали. Что мы делаем дальше? Как вы знаете, нам нужно в любой каше нужно и сахар, и соль. Поэтому мы сейчас возьмем соль мелкую и так вот граммуречку. Чик, и все. Все, готово. Теперь мы помешаем и пусть наше молочко закипит. А пока молоко у нас будет кипеть, что мы делаем дальше? Мы берем какую-то мисочку, какую-то тарелочку глубокую. Нам нужно рис. Рис можно сюда использовать и длинненький, и кругленький. Но кругленький, ну это по моему ощущению, вот я люблю, лучше всего круглый рис. Сюда вот в рисовую кашу. Ну, можно, конечно, и длинный. Но длинный всегда не так наваривается, как вот этот вот кругленький. Что же мы будем делать сейчас? Сейчас на один стаканчик молока у нас пойдет, сейчас вам скажу, сколько. Мы берем столовую ложку сверху. Так, тут надо осторожно, чтобы молоко не пригорело. Вообще-то я вам хочу сказать, вот это я не ржавейки сейчас готовлю. Но эту кашу можно готовить и в эмалированной посуде, в кастрюле. Даже лучше будет. Можно готовить и в алюминиевой кастрюльке, если у вас есть хорошая кастрюлька. Так, вот начинает уже она закипать. Как только он начинает закипать, мы должны сюда всыпать рис. Но, конечно же, рис нужно помыть. В водичке нужно обязательно промыть его. Тут у меня, как вы уже поняли, одна столовая ложка. Одна столовая ложка. Но я думаю, что одной столовой ложки будет мало. Поэтому я сейчас еще одну столовую ложку сюда риса насыплю. И хорошенечко промоем пальчиками, пальчиками, пальчиками. Здравствуйте! Вот начинает закипать уже. Уже кричит, давай рис сюда бросай, бросай рис. Сейчас. Ну, подожди немножко. Так, выливаем водичку. Так. Ну, как известно, рис нужно мыть не в одной воде. Рис нужно вообще, вот когда мы готовим плов или рис, надо всегда мыть в семи водах. Чтобы водичка была вся чистая-чистая. Но поскольку у нас здесь мало риса, всего лишь две ложки. Поэтому, поэтому мы сейчас в двух водах я всего лишь помыла. Так. Теперь я сюда этот рис бросаю рис. Запомните, дорогие мои, что каша, она вот молочная. Она не должна быть густая. Эта каша должна быть у нас, как каша, молоко и рис. То есть рис должен плавать. Ну, не совсем плавать, чтобы был редкий. А вот половина на половину. Все, делаем мы огонек посильнее. Теперь мы рисовую кашу. Пусть варится рис до готовности. Итак, время от времени мы берем ложку и помешиваем кашу. Поскольку рис, он же будет увеличиваться в объеме, поэтому молочко будет выкипать. Ну, у кого из вас каша, то есть молоко начнет выкипать, значит вы можете сюда долить чуть-чуть молочка или же водички. Ну, у меня еще, смотрите, еще нормальная. Она вот еще реденькая и как раз наваривается рис. Ну, я сейчас чуть-чуть сюда, ой, немножечко водички долью, чтобы рис плавал здесь и сделаю чуть-чуть огонек. Тоже можете, если молоко у вас жирное, вы можете чуть-чуть долить рис, водички. Ну, я постоянно вот пробую рис. Вот сейчас я попробую. Уже полуготовый, осталось чуть-чуть. Вы вот так вот все время мешайте. Если у вас на стенках кастрюльки образуется от молока, там всегда подгорает молока, когда он закипает и поднимается молочко, всегда на стенках появляется такой коричневый такой ободочек. Вы ни в коем случае немножко не берите, потому что вы кашу испортите. Насыпете, у вас будет каша с какими-то обрывками. Так что не трогайте. Просто мешайте вот так вот, вот ее подонышку, чтобы она у вас не пригорела. Все, ну все, сейчас еще несколько минут, и каша будет готова. Все, наша каша готова. Мы ее выключаем. Дорогие мои хозяюшки, рис должен быть мягкий. До тех пор, пока он не станет мягкий, кашу мы не выключаем. Если у вас, вы там, зависит от риса тоже, если будет она густоватая, вот как я вам рассказывала, чуть-чуть можете добавлять водички или молочка. И все время постоянно помешивая ложечкой. Теперь, самое основное. Сейчас мы возьмем масло сливочное, 82%. Вот. И возьмем масло, сразу бросать будем не в тарелочку, а будем бросать вот сюда вот в кастрюльку. Для чего? Это каша сохраняется, бросаем, в холодильнике. Вы ее можете куш поставить в холодильник и кушать ее как теплой, так и холодной. Холодная она тоже будет вкусная. Ну, если вы сразу, если вы сейчас покушаете сразу, то можете в тарелочке каждому. А если не покушаете, значит, вот сейчас маслица у нас здесь растает. То есть, вот это горячее все. Ну, мы сейчас возьмем тарелочку и насыпем, посмотрим, что же у нас получилось. Так, 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 так. Мы сейчас возьмем маленький ополомничек и возьмем тарелочку. Вот, масло у нас уже здесь. Так, очень даже хорошо у нас получилась, вы знаете, и не крутая каша, и не редкая. Вот такая получилась. Даже вот, вы знаете, мне и в холодильник не придется ставить ее. Вот, сейчас я ее всю сюда вылью. Так, вот так вот. Вот она кашка. Кашка-малашка. Ха-ха, кашка-малашка. Все, дорогие мои, вот такая кашка у нас получилась. Вот я сейчас вот взяла. И ополомником, как я вам уже рассказывала, когда молоко закипает, на, вот получается, на любой будет кастрюльке у вас такая вот коричневая подгорать. Вот, ну, поднимается оно, а потом же опускается. И вот по мере того, как парится здесь, если так царапнете чуть-чуть, то у вас вот эта шкурочка попадет. Но это будет некрасиво. Итак, дорогие мои, вот наша кашка. Кашка-малашка, рисовая кашка, очень вкусненькая. Вот она у нас, смотрите, какая. Видите? И не густая, и не редкая. На один стаканчик молочка две столовых ложки сверху риса. Все. И мы будем кушать такую вкусную, чудесную кашку. Все, дорогие мои, на этом я буду с вами прощаться. Вот. Кому понравился, нравится мой канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Может, кто-то что-то свое мне предложит, чтобы я приготовила, что-то простое и вкусное. У меня все рецепты простые, которые должна знать каждая хозяюшка. Вот как раньше, раньше, когда еще молодая была, всегда были домашние кухни. Мы всегда бегали туда кушать, потому что там все было вкусно, так же, как мама готовила. Вот и я так готовлю. Все, дорогие мои, на этом я с вами прощаюсь. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Если кто поможет мне с развитием моего канала, я буду очень-очень благодарна. Все, дорогие мои, желаю всем доброго здоровья, благополучия, достатка. И главное, чистого неба над головой. До свидания.